Из-за пожара и взрыва на котельной в Восточном микрорайоне без тепла осталось 120 многоквартирных домов, поликлиника, школы и садики. Такую вводную отрабатывали на практике барановические спасатели в рамках командно-штабных учений госсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Куда обращаться жертвам семейного насилия в интервью инспектора отделения охраны правопорядка и профилактики Екатерины Стахейко. В четвертом филиале городской библиотеки в Северном микрорайоне для учениц 19-й школы была проведена психолого-педагогическая игра «Девчачьи секреты», в рамках которой и юные леди узнали много нового о красоте и ее многоградности. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Баранович». Систему подготовки военных кадров в Беларуси необходимо совершенствовать. Такое поручение президент Беларуси Александр Лукашенко дал во время проверки уровня профессионально-должностной подготовки офицерского состава вооруженных сил на 230-м общевойсковом обус-лесновском полигоне под Барановичами, передает Белта. Президент подчеркнул, что подготовку военных кадров надо постоянно приспосабливать к современным реалиям. Это касается не только военных и военизированных высших учебных заведений, но и военных факультетов в гражданских вузах. Александр Лукашенко также обратил внимание, что нуждается в доработке и системе проверки уровня подготовки офицеров. Из-за пожара и взрыва на Котельной в Восточном микрорайоне без тепла осталось 120 многоквартирных домов, поликлиника, школы и садики. Такую вводную отрабатывали на практике барановические спасатели в рамках командно-штабных учений госсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробнее об этом в первом сюжете выпуска. Командно-штабные учения по готовности городского звена, государственной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по совместной инициативе МЧС и Брестского обл.сполкома раз в три года проводятся в каждом регионе. И сейчас настала очередь барановичей. В малом зале горосполкома в рамках учений собрались не только представители спасательной службы, но и руководители различных предприятий и учреждений города, чтобы обсудить порядок действий в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации, проверить наличие соответствующей техники. Но одной только теорией учения не ограничились, ведь одной из главных задач было проверить готовность городского звена действовать на практике. Будет и водная по снежным заносам, и аварии на котельных объектах, и аварии на химически опасных объектах и так далее. Оценивается работа комиссии по чрезвычайным ситуациям, ситуационных штабов, конкретных по ликвидации частных таких ситуаций и в целом всего звена. Это очередной раз покажет, насколько мы готовы, в какую-то учебу проведет, взаимодействие еще раз покажет. И, скажем так, если есть какие-то недочеты, есть возможность отшлифовать, подправить и учесть на будущее. Наиболее масштабные события учений развернулись на территории котельной по улице энтузиастов, которая обслуживает весь восточный микрорайон. Согласно вводной, в результате разгерметизации трубопровода и создания взрывоопасной концентрации природного газа в машинном зале произошел взрыв, разрушивший защитное остекление в помещении, а также частично обрушивший стены, кровлю здания и вызвавший пожар. В результате без тепла остались более сотни многоквартирных домов, поликлиника, три школы и пять детских садов. Соответствующим службам нужно было в кратчайшие сроки потушить пожар и ликвидировать последствия взрыва, а также спасти оставшихся в здании четверых работников котельной и одного из них освободить из-под обломков стены, которая якобы обрушилась. Прибывшие на место событий медики оказывали пострадавшим первую помощь. При необходимости на место чрезвычайной ситуации в городе могут одновременно прибыть до 15 бригад. Мы убеждены, что все вот такие учения, они очень полезны, они очень необходимы, потому что прежде всего, ну заранее об этом оповещается, идет соответствующая подготовка, организационная и проводятся аппаратистские мероприятия. Именно аппаратистские мероприятия, то есть мы это отрабатываем в реальности. На место условной чрезвычайной ситуации съехались более десятка единиц специальной техники – пожарные машины и машины газовой службы, карета скорой помощи, автокран, аварийная машина электросетей, ГОВД, ГАИ и другие. И несмотря на то, что и пожар, и взрыв были не настоящими, а пострадавшие были живы и здоровы, все участники учений действовали со всей серьезностью, четко и слажены. И уже через каких-нибудь полчаса силами и средствами Барановичского ГРУ ЧАЭС чрезвычайная ситуация была успешно ликвидирована. Все службы аварийные действовали уверенно. Кроме аварийных служб сюда привлекались предприятия, формирование предприятий города, которые тоже показали уверенные действия. В ваших Барановичах была чрезвычайная ситуация с порывом канализации. И после этого сделаны были большие выводы на комиссии по чрезвычайным ситуациям облсполкома, даны поручения и после этого оснащены службы ЖКХ дополнительным оборудованием. И вот такие учения тоже дают возможность оценить, сделать выводы и дооснащать соответствующие службы. Правительство расширило перечень дополнительных платных услуг, оказываемых органами, регистрирующими акты гражданского состояния. Теперь зарегистрировать брак можно и в больнице, и дома. Регистрацию брака можно провести по индивидуальному сценарию с использованием различных элементов и атрибутов. Местным церемоний могут быть помещения учреждений культуры, помещения, расположенные в исторических и памятных местах, архитектурные ансамбли, больницы, собственное место проживания. Дополнительно закреплена возможность ЗАГСов проводить церемонии, посвященные памятным датам супружеской жизни, серебряная свадьба, золотая свадьба. Местным советам депутатов рекомендовано при необходимости направлять деньги, полученные от оказания дополнительных платных услуг, органам ЗАГСа на укрепление их материально-технической базы. В апреле 2014 года в Беларуси вступил в силу закон об основах деятельности по профилактике правонарушений, который сделал шаг навстречу жертвам семейного насилия. Ввел защитное предписание, которое применяется к человеку, совершившему правонарушения в сфере семейных отношений, повторно в течение года. Как обстоит дело с семейными агрессорами в нашем городе? Куда обращаться жертвам семейного насилия? В интервью инспектора отделения охраны правопорядка и профилактики Екатерины Стахейко. Хотелось бы рассказать про ситуацию, которая сложилась у нас в городе в сфере семейного насилия. Так, с начала года у нас к административной ответственности по статье 9.1, часть 1 и часть 2 привлечены более чем 590 граждан. Не стоит забывать, что три раза привлечены к ответственности в сфере семейного насилия. В отношении него возбуждается уголовное дело по статье 154 «Стязание». Таких фактов у нас уже с начала года 32. Вообще, превентивных статей возбуждено на данный момент 42. Следует также отметить, что лица, которые страдают от домашнего насилия, они могут обратиться за помощью, во-первых, в территориальный центр, который расположен у нас на Ленина, 12, где психологи окажут психологическую помощь. Гражданин, который страдает от домашнего насилия, может обратиться в кабинет 206 Барановичской ГУВД либо к своему участковому инспектору милиции для того, чтобы агрессору было вынесено защитное предписание, по которому агрессор может быть выселен из занимаемой жилплощади от 3 до 30 суток. Также ему будет запрещено делать какие-либо попытки для того, чтобы общаться с пострадавшим, либо звонить ему, а также общаться в социальных сетях. СМС-оповещения о фотофиксации нарушений скоростного режима стали доступны и в нашей республике. На получение СМС-оповещения можно подписаться на сайте «Безопасные дороги Беларуси». Для этого физическим лицам достаточно зарегистрироваться, указав государственный регистрационный знак транспортного средства, номер технического паспорта, идентификационный номер собственника транспортного средства из паспорта гражданина Республики Беларусь, мобильный телефон, период подписки 3, 6 или 12 месяцев. Услуга предоставляется бесплатно, а в скором времени услуга расширит формат. Информировать будут не только о превышении скоростного режима, но и о других допущенных нарушениях правил дорожного движения. Также в сообщениях ГАИ будет напоминать о сроках оплаты штрафа и необходимости погасить задолженность. В четвертом филиале городской библиотеки в Северном микрорайоне для учениц 19-й школы была проведена психолого-педагогическая игра «Девчащие секреты», в рамках которых психологи рассказали юным леди о красоте и ее многогранности. 10-14 лет именно такого возраста здесь собрались слушательницы, ученицы 19-й школы. Это тот хрупкий возраст, когда подростки начинают себя анализировать, сравнивать и зачастую критично относиться. И не всегда воспринимать себя такими, какие они есть, загоняя во множество комплексов. Принятие себя как девушки, девочки, женщины. И вообще мир делится на мужчин и женщин. И очень важно, как девушка, девочка научится обращаться с тем, что ей дано от природы. Это не только, скажем так, внешне одеваться, краситься. Что в нашем проекте это тоже есть такое направление, и девочки про это с этим работают, скажем так. Но это и про то, про некое внутреннее предъявление своей женщины, про умение раскрыться, предъявиться. Библиотека давно перестала быть местом только для чтения. Сегодня это настоящий культурно-просветительский центр, как для детей и молодежи, так и для взрослых. В северном микрорайоне, где расположен четвертый филиал центральной городской библиотеки, более пяти тысяч читателей. Чтобы они чаще сюда заходили не только за книгами, с первого сентября здесь реализуется проект «Проспект читающий». Мы таким образом хотим привлечь наших читателей к чтению, и чтобы это, так скажем, не только сводилось к прочтению той литературы программной, которая задается в школе. Конечно, расширить их кругозор. Поэтому посредством известных людей, которые наших уроженцев нашего города, и в основном упор это делается на известных людей нашего микрорайона. И вот первого сентября стартовал этот проект, мы приглашали на встречу Ольгу Политика. Она была на этой встрече, она говорила о том, какое вообще в ее жизни значение чтения, какие книги она любит читать. Такой рода была рекомендация. В прошлом месяце у нас был урок православия, где мы приглашали настоятеля храма святого великомученика Георгия Победоносца, отца Демитрия. Он тоже рассказал о том, как, собственно говоря, он пришел к вере, о всех вехах строительства этого храма. Проект для девочек «Девчачьи секреты» направлен в первую очередь на подготовку юных леди к самостоятельной жизни, навыкам не только бытовым, но и психологическим, которые понадобятся в налаживании отношений в семье, коллективе и личной жизни. А пока на мастер-классе девочки делали цветы и с помощью психологов, проецируя на себя, анализировали, что каждый человек – это цветок со своими лепестками и корнями, и не бывает плохих или некрасивых цветов. Бывают цветы со своими особенностями, что ни в коем случае не делает одних хуже других, ведь у каждого свой неповторимый запах и цвет. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания.